Джоди Пиколт «Если бы ты был здесь» читает актриса Юлия Тархова. Согласно происхождению видов Чарльза Дарвина, выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям, профессор Леон Мэггинсон. Часть первая. Глава первая. 13 марта 2020 года. В возрасте шести лет я нарисовала уголок неба. Мой отец работал реставратором и был одним из немногих, кто восстанавливал роспись плафона главного вестибюля вокзала Гранд Централ в Нью-Йорке. Аквамариновое небо, усеянное мерцающими созвездиями. Было уже поздно, мне давно пора было спать, но отец отвез меня на свою работу, потому что мамы, как обычно, не было дома. Он помог мне осторожно взобраться на строительные леса. Я наблюдала, как он работает над расчищенным участком бирюзовой краски. Я разглядывала скопление звезд Млечного Пути, золотые крылья Пегаса, поднятый меч Ориона, изогнутую бечевку, связывающую рыб. По словам отца, плафон был расписан в 1913 году. Однако протечки на крыше повредили слой штукатурки и в 1944 году рисунок был перенесен на панели, которые затем прикрепили к сводчатому потолку. Изначально в ходе реставрации планировали удалить панельные доски, но в них содержался асбест, и поэтому реставраторы не стали их снимать, а вместо этого принялись ватными тампонами с чистящим раствором удалять десятилетия загрязнений с красочного слоя. Им удалось обнаружить историю. Среди созвездий были спрятаны подписи, шутки, понятные только работавшим над плафоном художником, и различные пометы. А еще даты свадеб и день окончания Второй мировой войны. Имена солдат. Недалеко от созвездия Близнецов они нашли запись о рождении двойни. Художники, расписывавшие потолок в начале прошлого века, допустили ошибку. Карта созвездий вышла перевернутой, если сравнить ее с реальными звездами в ночном небе. Однако, вместо того, чтобы исправить неточность, мой отец, казалось, лишь намеренно выпячивал это несовершенство изначального рисунка. В ту ночь он работал над небольшим кусочком небесного пространства, обновляя слой позолоты на звездах. Прежде всего он нанес на маленькие желтые точки специальный клей, затем покрыл их сусальным золотом, легким, как дыхание, и повернулся ко мне. «Диана!» — позвал отец и протянул ко мне руку. Я взобралась на площадку, где он работал, и встала впереди него, оказавшись под защитой его тела. Он дал мне кисточку, чтобы с ее помощью убрать излишки золота и закрепить оставшееся на месте покрытым клеем. Он показал, как осторожно вдавить золото поверхность большим пальцем, чтобы галактика, которую он создал, точно никуда не делась. Завершив все работы, реставраторы намеренно оставили нетрунутым небольшое темное пятно в северо-западном углу потолка вокзала Гранд Централ, где бледно-голубое небо соприкасалось с мраморной стеной. Этот кусочек размером всего 9 на 5 дюймов, по словам моего отца, должен был послужить историком источником сведений об оригинальном рисунке. Единственный способ определить, как далеко вы продвинулись, — это знать, с чего вы начали. Каждый раз, бывая на Гранд Централ, я вспоминаю о своем отце, о том, как мы, держась за руки, покинули это место той ночью. Из-за частичек сусального золота наши ладони мерцали, словно мы украли звезды. Сегодня пятница, 13-е, так что мне следует быть начеку. Добраться от аукционного дома Сотбис в Верхнем Исцайде до отеля Ансония в Верхнем Вестсайде можно лишь единственным способом — поездом маршрута Кью доехать до Таймс-сквер, а затем пересесть на поезд маршрута 1, идущий на север города. Таким образом, мне нужно проехать чуть вперед, а потом вернуться назад, прежде чем начать двигаться в правильном направлении. Ненавижу возвращаться назад. Как правило, чтобы добраться от Сотбиса до Ансонии, я иду пешком через Центральный парк, но сегодня на мне новые туфли, которые страшно натирают пятку. Туфли, которые я бы никогда не надела, если бы знала, что меня вызовет к себе Китоми Ито. Итак, я спускаюсь в метро. Однако вокруг творится что-то странное, и я не сразу понимаю, что именно меня смущает. Слишком тихо. Обычно мне приходится пробиваться сквозь толпу туристов, которые слушают какого-то певца по прошайку или скрипичный квартет, но сегодня в вестибюле метро никого нет. Прошлым вечером бродвейские театры отменили все спектакли на месяц вперед, после того, как тест на ковид одного из билетеров дал положительный результат. «Они просто перестраховываются», — заверил меня Финн. «В любом случае, в Пресвитерианской больнице Нью-Йорка, где он работает, не зафиксировано такой вспышки заболеваемости коронавирусом, как в штате Вашингтон, в Италии или Франции. «В городе выявлено всего девятнадцать заболевших», — сообщил мне Финн вчера вечером за просмотром новостей, когда я поинтересовалась, не стоит ли уже начать паниковать. «Чаще мою руки и пореже трогай ими свое лицо», — сказал он. «Все будет хорошо». В метро в верхнем Вестсайде тоже почти пусто. Я выхожу на 72-ю улице и, поднявшись на поверхность, начинаю моргать, словно крот. Я иду типичным для нью-йоркца быстрым шагом. Ансония возвышается передо мной во всей своей красе, словно разъяренный джинн, вызывающий, выставляя свой изящный подбородок, выполненный в стиле бозар, прямо в небо. На мгновение я застываю на тротуаре, глядя на его мансардную крышу, лениво раскинувшуюся от 73-й до 74-й улицы. На первом этаже располагаются магазины «Нордфейс» и «Американ Аппарель». Однако столь претенциозным здание стало только сейчас. Китоми говорила мне, что в 70-х, когда они с Сэмом Прайдом переехали в Нью-Йорк, здесь обитали сплошь экстрасенсы и медиумы, а в подвале размещался свинг-клуб с комнатой для оргий, бесплатной выпивкой и едой. «Мы с Сэмом», — заверила она меня, — «ходили туда минимум раз в неделю». Я еще не родилась, когда Сэм вместе со своим соавтором Уильямом Пунтом и двумя однокашниками из английского городка Слау создали группу «Казадои». Меня все еще не было на свете, когда их первый альбом в течение 30 недель не покидал чарты Билборд, а также когда их маленький британский квартет выступил в шоу Эда Сальвана, и молодые американки с криками бросались в рассыпную. Меня не было, и когда 10 лет спустя Сэм женился на Китоме Ито, и когда группа распалась, через несколько месяцев после выхода их последнего альбома, на обложке которого были изображены обнаженные Китоми и Сэм, словно герои картины, висевшие над их кроватью. Я еще не родилась, когда три года спустя Сэма убили прямо на ступеньках этого самого здания. Какой-то псих перерезал ему горло, узнав в нем человека с обложки, ставший к тому времени культовой. И хотя меня не было на свете, когда все это случилось, тем не менее, как и все на этой планете, я в курсе произошедшего. Швейцар Ансонии вежливо улыбается мне. Консьержка за столом поднимает на меня глаза. Я пришла к Китоме Ито, холодно говорю я, протягивая ей свои водительские права. «Она вас ждет», — слышу я в ответ. «Этаж 18-й я знаю». В отеле Ансонии останавливалось множество знаменитостей. Бэй Прут, Кадор Драйзер, Артура Тосканини, Натали Портман. Но, возможно, Китоме и Сэм Прайд — самые знаменитые ее постояльцы. Если бы моего мужа убили на крыльце этого дома, я, возможно, не осталась бы здесь жить еще 30 лет. Но то всего лишь я. Однако теперь Китоме наконец-то решила съехать. Вот почему у самой печально известной рок-вдовы в мире есть мой номер телефона. «Что у меня за жизнь?» — думаю я, прислоняясь к задней стенке лифта. Когда в юности у меня спрашивали, чем я хочу заниматься, когда вырасту, мой ответ был продуманным до мелочей. Я планировала уверенно двигаться вверх по карьерной лестнице, выйти замуж до 30 и к 35 годам завести детей. Я мечтала свободно говорить по-французски и пересечь страну по шоссе 66. Отец рассмеялся, когда я озвучила ему все эти пункты. «Ты вся в мать», — сказал он мне тогда. Я не сочла это за комплимент. Хотя для протокола я вообще-то нахожусь на верном пути. Я работаю младшим специалистом в Сотбисе. В самом Сотбисе. И Ева, мой босс, всеми возможными способами дала мне понять, что после аукциона картины Китоми меня, скорее всего, повысит. Я пока еще не получила предложение руки и сердца, но когда в прошлые выходные у меня закончились чистые носки, и я пошла взять пару Фина, то в глубине его ящика с нижним бельем обнаружила кольцо. Завтра мы уезжаем в отпуск, и Финн наверняка собирается задать мне тот самый вопрос именно там. Я просто уверена в этом. А потому сегодня вместо обеда побежала делать маникюр. К тому же мне только 29. Дверь лифта открывается прямо в прихожую пентхауса Китоми, выложенную черно-белой мраморной плиткой и похожую на гигантскую шахматную доску. Хозяйка дома появляется в джинсах, армейских сапогах и розовом шелковом халате. Ее лицо обрамляет капна седых волос, переносицу украшают фиолетовые очки, в оправе в форме сердечек ее визитная карточка. Она всегда напоминала мне птичку семейства Крапивниковых, маленькую и костлявую. Я не могу перестать думать о том, что черные волосы Китоми стали седыми в ту ночь, когда убили Сэма. Она была вне себя от горя. Я также думаю о тех фотографиях, где она запечатлена стоящей на тротуаре и глотающей ртом воздух. «Диана!» — обращается она ко мне, будто мы старые друзья. Возникает неловкий момент, когда я инстинктивно протягиваю руку в приветствии или же затем вспоминаю, что больше мы так не делаем. Вместо этого я неловко машу рукой. «Здравствуйте, Китоми!» «Я так рада, что ты смогла прийти!» «Без проблем!» Большинство менеджеров по продажам лично контролируют процесс передачи бумаг своим клиентам. За ее плечом, в конце длинного коридора, я замечаю картину Тулузла Трека, которая и является причиной моего знакомства с Китоми Ито. Она следит за моим взглядом, и ее губы растягиваются в улыбке. «Ничего не могу с собой поделать, оправдываюсь я. От этого вида невозможно устать». Странные выражения мелькают на лице Китоми. «Тогда предлагаю тебе рассмотреть его получше», отвечает она и ведет меня вглубь квартиры. С 1892 по 1895 год Анри де Тулуз Латрек жил в борделе и рисовал проституток, в том числе лежащих вместе в одной постели, чем шокировал всех импрессионистов. «В постели» — одна из самых известных работ в этой серии, хранится в музее Орсе. Остальные были раскуплены частными коллекционерами за 10-12 миллионов долларов. Картина «В домике Томи» явно относится к той же серии, но при этом сильно отличается от прочих работ. На ней изображены не две женщины, а женщина и мужчина. Обнаженная женщина сидит, прислонившись к изголовью кровати. Ее тело до талии прикрыто простыней. За изголовьем кровати находится зеркало, в котором видно отражение второго героя картины — самого Тулус Латрека. Он тоже обнажен, сидит в изножье кровати спиной к зрителю и также пристально смотрит на женщину, как она на него. На коленях мужчины лежит скомканная простыня. Сцена выглядит интимной и вуэристичной, личной и одновременно словно выставленной на показ. На обложке последнего альбома Казадоев The Twelve of Never была изображена китоми с обнаженной грудью, прислонившаяся к изголовью кровати. Она пристально смотрела на Сэма, чья широкая спина закрывала нижнюю треть всей картины. Над кроватью, ровно на том месте, где в оригинале находилось зеркало, висела картина, сюжет которой воспроизводили супруги.